МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нельзя купить было ни за какие деньги, вместо в шлюпки на цитатике. Самая большая пирамида в мире. Куда удрал золотой телец? Секретные вклады китайских банкиров. Уже сейчас обнародана информация о том, что китайский центральный банк формирует рублевый запас в своем валютном портфеле. Алхимия денег и богатство России в программе «Золотой запас». Какой волшебный блеск! Послушна мне! Сильна моя держава! В ней счастье! В ней честь моя! И слава! В маленькой трагедии скупой рыцарь Пушкин гениально передал великую драму человечества. В чем магия этого элемента периодической таблицы Менделеева под номером 79? В общем-то, никакими особенными свойствами золото не обладает. Железо или медь куда более полезно для человечества. Дело в том, что долгое время золото было деньгами. А вот деньги действительно обладают магической силой над человеком. Деньги – это из области психологии. И никакого отношения к реальной экономике и производству они не имеют. За последние 20 лет, я бы сказал, что не меньше четверти Нобелевских премий по экономике были выданы или получены экономистами, которые отстаивали довольно простую вещь о том, что человек не до конца рациональное существо. Человек, скажем, когда, вот Нобелевская премия 2001 года, человек готов платить за подержанный автомобиль сумму, которая составляет только половину цены на новый автомобиль. Даже если этот подержанный автомобиль пробежал всего 100 километров. Человек по-разному воспринимает ценность конкретного товара утром и вечером, зимой и летом и так далее. В современном мире, когда в ходу уже не золото и не бумажные ассигнации, а цифры в компьютере, электронные деньги вообще превратились в вещь в себе, не имеющую никакого отношения к реальной жизни. Скажем, весной 2000 года лопнул так называемый пузырь интернет-экономики. Рынок акций хай-тек и IT-компании Соединенных Штатов обрушился почти в пять раз. Ну, может, не в пять, а в четыре. В общем случае, в разы он обрушился. Для реального сектора экономики эффект был почти нулевой. Сегодня мировая экономика напоминает шизофреника. В одной плоскости вращаются гигантские суммы виртуальных денег, а в другой идет нормальное развитие производства, техники и науки. И эти плоскости не пересекаются. Теоремы финансовые индикаторы говорят о том, что, в общем, мы находимся на грани очень приличной экономической депрессии. Но здесь мы сталкиваемся с классической теоремой. Или сейчас, но не очень страшно, или потом, но гораздо сильнее. То есть мы можем или эту депрессию начать прямо завтра, и она будет неприятной, но, в общем, терпимой. Или мы будем ее откладывать всеми возможными способами, пока, наконец, не получится, что отложить ее дальше некуда. Но любое демократическое правительство живет здесь по схеме, лишь бы не при нас. А это означает, что ее будут отталкивать и отталкивать все дальше и дальше. Одна надежда, что в это время Россия, по крайней мере, сумеет построить себе экономику, сравнительно независимо от внешнего мира. Так что же такое деньги? Вначале деньги были просто обыкновенным товаром, средством обмена одних вещей на другие. Раньше количество денег в мире было строго ограничено запасами золота в земной коре. А они не бесконечны. Сегодня количество денег в мире в несколько раз больше, чем стоимость всего земного шара с его городами, фабриками и заводами. Что происходит сейчас? Сейчас произошел тот факт, что земной шар оказался конечен. А экономика земного шара кредитна. Это означает, что земному шару на самом деле некуда выложить заработанные деньги и неоткуда взять новые деньги на следующий этап кредитной политики. Брадокс, но денег в мире больше, чем стоит вся планета, а главная жалоба человечества – все та же. Их не хватает. Все мало. Мир страдает от переизбытка денег и от недостатка идей, как заставить эти деньги реально работать. Превратить их из некоего абстрактного божества в тягловую силу прогресса. История движется по спирали. Подобная ситуация была 400 лет назад, после открытия Америки. Когда открыли Америку, в Европу хлынул поток с южноамериканского золота, золота майя и так далее. Это золото через Испанию и Португалию уходило в Голландию, оттуда по всей Европе, в основном в Германию, Австрию и Францию. И вот на эти колоссальные деньги была осуществлена индустриализация. То есть был построен известный нам современный мир. Сейчас мы находимся перед необходимостью совершить переход аналогичного масштаба. Только вот Америки у нас нет. А Луна и Марс оказались далеко, и у нас их как экономического субъекта тоже нет. Древние были мудры. Как тут не вспомнить античную легенду о царе Медасе, которого сгубила жадность. Он попросил у богов в дар, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Царь умер от голода. Уже тогда умные люди понимали, что деньги – это психология, а не экономика. Дьявол, вырвавшийся на свободу, взбесившийся золотой телец. Такой вопрос. Деньги от или для? То есть это деньги для воли, что хочу, то и ворочу. Или для? Мне нужны деньги для того, чтобы сделать вот это, вот это, вот это, самореализоваться. И тогда это действительно настоящий ресурс. И тогда ты можешь ими действительно пользоваться. Не они тобой, а ты ими. В противном случае, ты начинаешь, они начинают тобой вертеть. Не зря еще вот в золотом детстве людей в античной Греции бог богатства был Плутон. Плутос. То есть это бог подземного царства. И у него были две дочери, алчность, по-моему, и зависть. Вот так вот, да. Уже тогда закладывалось понимание того, что деньги, безусловно, нужны, но если они для чего-то. Иначе ты попадаешь от них в тотальную зависимость. Люди гибнут за металл. Сами по себе деньги не опасны для человека. Опасно отношение человека к деньгам. Подмена веры в истинные человеческие ценности на веру в цену. Дайте мне возможность управлять деньгами страны, и мне нет дела до того, кто создает ее закон. Ручший. В России количество денег никогда не было мерилом богатства. Богатство было понятием более широким. Крепкая большая семья, здоровье, душевное равновесие. В общем, все то, что нужно человеку для счастья. В народе говорили, живет в достатке. То есть имеет все без избытка. Это понятие качественное, а не количественное. Излишняя же роскошь всегда считалась пагубной и греховной. Наверное, это пошло от наших далеких предков. Вспомним, например, Атилу. Из всего римского выкупа он взял только оружие, доспехи и лошадей. А драгоценности и золото оставил на месте. Так же поступали и Святослав Храбрый, и Вещий Олег у ворот Царьграда. Первый и второй рим пали. Вот она, сила духа против силы денег. Смотрите далее. Секреты и тайны мировых войн, оказывается, хранятся в банковских сейфах. Война, которую вел Наполеон, позволила Англии вывести свою денежную единицу в ранг единственной признанной мировой валюты. Чем закончился штурм неприступного форта Нокс, где хранится золотой запас Америки. Разрушителем системы тогда выступила Франция. При Деголе. Оказывается, даже в современном меркантильном мире не все ценности имеют цену в денежном эквиваленте. На самом деле, всесилие денег иллюзорно. Оно также подвластно ударам судьбы и божественному промыслу. Что нельзя купить за деньги? В глобальном смысле, допустим, нельзя купить благоприятную экологическую обстановку. То есть, сколько бы ни тратили самые ведущие богатые страны денег на это, ну, они не справляются со своей задачей. Вот, возьмем хотя бы это. Или там тайний ледников. Нельзя купить талант, что у человека от природы есть, как бы, то не купить. Самые основополагающие ценности, они за деньги никогда не продавались. Во всяком случае, купить их нельзя, продать можно, а купить нет. Говорят, деньги всеобщий эквивалент. Но, вообще-то, пословица каждого великого народа говорит о том, что деньги далеко не всеобщий эквивалент. Но мало того, что есть вещи, которые на деньги не купишь, но даже некоторые таворы на деньги купить нельзя. Нельзя купить на деньги Джокунду. Нельзя купить было ни за какие деньги, вместо в шлюпке на Титанике. Ну, нельзя, не получилось. Поэтому деньги, даже как эквивалент, не всеобщие. При этом, однако же, ролик колоссальна. Еще один парадокс денег – иллюзия их всесильности. Можно воевать ради денег, но умирать за деньги не согласятся самые жадные наемники. И в то же время в любой войне к запаху горя и крови примешивается запах золота. Деньги не пахнут. Это знаменитое высказывание принадлежит римскому императору Веспасиану. Когда с ним пытались спорить, он говорил – не пахнут, не пахнут, не забывайте, что это я построил в Риме платные туалеты. На самом деле император ошибался. Деньги имеют запах. Они пахнут войной. Все мировые войны последних столетий шли за звонкую монету. Например, поражение Наполеона при Ватерлоу было не победой Англии над Францией, а победой британского фунта над французской валютой. Недаром на Востоке существует высказывание – там, где не пройдет армия, пройдет и шаг, груженный золотом. Обычно в истории Первой мировой войной считают войну 1914 года. Однако, если взглянуть на историю войн не через прицел автомата, а через узкую щелку в двери банковских хранилищ, то, пожалуй, Первой мировой войной можно считать войну с Наполеоном. Ее главным итогом стали не триумфальный вход русских войск в Париж, не заточение Наполеона на острове Святой Елены, а тихая радость британских лордов казначейства, сделавших фунт стерлингов мировой валютой. Война, которую вел Наполеон, позволила Англии вывести свою денежную единицу в ранг единственной признанной мировой валюты. И до 2013 года фунт стерлингов английский был единственной валютой, которая считалась мировой и которая использовалась всеми странами. В чем прелести мировой валюты? Есть такое понятие, забытое экономистами. Это понятие трактуется как доход, который получает тот, кто занимается эмиссией денег, печатанием денег, как разница между номиналом, которое написано на деньгах, и фактической себестоимостью изготовления этих денег. Человечество прогрессирует, и сейчас мы деньги просто на бумажках рисуем или в электронной форме даем. Но, тем не менее, сеньораж остался. И приведем такую цифру. Себестоимость изготовления 100-долларовой купюры, ну, примерно 5 центов, там, по разным оценкам. А вот номинальная стоимость 100 долларов, так вот, 99,95 доллара – это доход того, кто печатает эту бумажку. История последующих мировых войн напрямую связана с экспансией американского доллара. Чего у американцев не отнимешь, так это того, что делать деньги они умеют хорошо. Доллару стало тесно на американском континенте и грянула Первая мировая война 1914 года. Чтобы доллар был востребован во всем мире, тогда и будет доход на каждой бумажке – 99 долларов. Что для этого нужно было сделать? Для этого нужно было сделать, чтобы валюты, используемые на ту пору, начали раскачиваться. А чем достигается раскачка валют? Военными действиями. И тогда была развязана Первая мировая война. Войны всегда ведутся, вот если две стороны воюют, не бывает так, чтобы одна из них была заинтересована в этом конфликте. В этом конфликте всегда заинтересована третья сторона. И, соответственно, вот эта Вторая мировая война или Первая в классическом исчислении, она велась в интересах доллара уже, а не и против фунта. Сенсация! Оказывается, Вторая мировая война закончилась не в мае 1945 года и не штурмом Рейхстага, а на год раньше – в июле 1944 года и не в поверженном Берлине, а в маленьком американском городке Бреттенвуд. Бреттенвуд, где был подписан договор о полной и безоговорочной капитуляции, но не гитлеровской Германии, а британского фунта стерлингов. В городе Бреттенвудс, по сути, на экономическом приоритете, результат, война закончилась, что называется, в 1944 году. Бреттенвудское соглашение как раз и установило вот эту связь – 35 долларов, 31,1 грамма золота. Все остальные валюты, они не имели уже золотого обеспечения, начиная с 1944 года. Для того, чтобы вам напечатать фунт стерлингов или франк, вы обязаны были иметь в резерве, что доллары. То есть доллар должен был быть обеспечен золотом, все остальные валюты должны были быть обеспечены долларом. И тогда появляется уже широкая возможность для получения вот того самого дохода Синьераджа, печатая бумагу для всего земного шара, как это делается по сию пору. Люди гибнут за металл. В буквальном смысле за презренный металл номер 79, элемент таблицы Менделеева, погибла политическая карьера национального героя Франции генерала Деголе. Все выступления против Деголя были лишь акцией прикрытия для операции «Большие деньги». И когда Соединенные Штаты начали активно печатать эту бумагу, в 1944 году генерал Деголь понял, что товаров-то на всех не хватит, если эти бумажки пойдут в Соединенные Штаты. И он, значит, начал такую операцию в Форт-Нокс, где хранится золото Соединенных Штатов. Самолет бумаги, оттуда самолет золото. Туда самолет бумаги, отсюда самолет золото. Используя студенческие массы, Деголя убрали от руководства, не по правилам играет. И все же не все покупается за деньги, даже за очень большие. В отличие от героев казначейства, имя генерала Деголя навсегда осталось в памяти французов как символ сопротивления и независимости. Софи продается. А любовь и дружба, это все зависит от людей. Некоторые могут продать, а некоторые не могут. Даже любовь, наверное, уже покупается. Но дружба все-таки не покупается. Это самые истинные чувства. Основное, ну это материнская любовь, наверное, это точно она не продается. Что такое деньги сегодня? Спросите любого экономиста или финансиста, что такое рубль или доллар. В лучшем случае получите абсолютно ненаучный ответ. Это денежная единица. Научно то, что можно измерить. Есть единицы длины, эталонный метр. Единицы массы, тоже постоянная величина. А чем сегодня меряют деньги? Дмитрий Иванович Менделеев в свое время сказал, что наука начинается там, где начинают измерять. А измерение, метрология, это наука об измерениях, она базируется на единицах измерения и эталонах этих единиц. Ну вот как есть, почему в механике у нас все получается? Да потому что есть эталон килограмма и есть эталон метра. Он, как говорится, и в Африке килограмм. И он не меняется там, так сказать, по утрам. Никто не сообщает, чему равен килограмм. Если бы на базаре каждое утро объявляли бы, а чему килограмм равен сегодня, то мы имели бы примерно тот же хаос в механике, который сегодня имеем в экономике. Когда каждое утро начинается паника, что-то падает, что-то растет. Потому что нет единицы измерений. И это проблема всего человечества. Но ее нерешение выгодно многим, потому что появляется мутная вода. И в этой мутной воде можно, ничего не делая, иметь доходы, существенно превосходящие доходы тех, кто выращивает хлеб, варит сталь или рубит уголь. Смотрите далее. Сколько стоит земной шар? Дадут ли марсиане кредит человечеству? Эти технологии должны научиться работать сотнями миллиардов. Величайшая афера века. Кто и когда превратил финансовый рынок в мировой базар? Президент Никсон заявил о том, что золото больше не является денежным металлом. Кто и когда превратил более-менее упорядоченный финансовый рынок в мировой базар? Это малоизвестное, но эпохальное событие произошло в 1971 году, когда 37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Милхаус Никсон, известный более по Уотергейтскому скандалу и импичменту, подписал отказ о золотом обеспечении доллара. Именно с этого момента начал надуваться мировой финансовый пузырь. Количество денег в мире теперь зависело лишь от мощности печатного станка и числа нулей, помещающихся на бумажке. Первоначально США думали, что можно будет просто девальвировать доллар. То есть, скажем, что отныне тройская унция золота будет стоить не 32, а 38 долларов, или не 38, а 40. А затем они поняли, что эту задачу им не выполнить, потому что многие государства накопили слишком большие долларовые запасы, и вот такой долларовый навес над монетарными запасами золота Соединенных Штатов оказался слишком большим. Сегодня рост количества денег ограничен лишь мощностью печатных станков Федеральной резервной системы. Великие успехи Америки базируются именно на печатном станке. На зеленой бумажке скупались лучшие умы и вполне реальные нефть, газ и прочие ресурсы. Но если сегодня предъявить к оплате все доллары? История человечества очень хорошо видна по надписям, которые есть на деньгах. На сегодня на долларе ничего, кроме того, что мы верим в Бога, больше ничего не написано. По умолчанию можно понимать, доллару мы не верим, потому что вроде доллар, а при чем здесь вот эта фраза. Поэтому если вдруг владельцам несметных резервов долларовых решат, что эти деньги можно отоварить, то они столкнутся с непреодолимыми сложностями. В том числе и Россия. Сегодня, вы знаете, на сегодня 510 миллиардов долларов наш резерв. Если его предъявить Соединенных Штатам, у них нет просто товаров. У них товаров в обеспечении долларовой массы не более 5%. Сегодня крах долларовой монополии на валютном рынке очевиден для всех. Свидетельство этому появление евро и других региональных валют. Посмотрите на евро. Это стопроцентный аналог долларовой пирамиды. Но переход из одной пирамиды в другую, он проходит на сегодня достаточно успешно. О, не нравится доллар. Так, ребята, вон вам растущий евро. И все побежали туда, в евро. Если посмотреть на динамику курса доллара к евро, последние 8 лет валютные спекулянты столько на этом заработали, что у них все хорошо. Китай на сегодня ставит вопрос о введении единой валюты Юго-Восточной Азии. Это реально обсуждается. И этот вопрос основной на повестке дня. Принять вот эти технические решения и отпустить юань в свободное плавание в международных финансах довольно несложно. Нужна, во-первых, политическая воля, но и с другой стороны китайцы прекрасно понимают, что это будет своего рода объявление войны долларов. МОНИ, 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 МОНИ. Среди других проектов есть проект арабской единой валюты. Обсуждается активно перспектива единой валюты в рамках Меркосура, то есть обнеобразили Аргентины, Уругвай, Парагвай и там некоторые другие государства Латинской Америки. По прогнозам экономистов и финансистов вероятнее всего мировая финансовая система будет двигаться все-таки к многополярности. И в качестве этих полюсов возникнут и российские рубли. На сегодня абсолютно правильно ставится вопрос о том, что Россия готова предложить резервную мировую валюту, но нам не надо претендовать на мировую гегемонию. Мы просто можем однозначно сказать, что хранение в рублях уж по крайней мере не менее выгодно и не менее надежно, чем хранение каких-то запасов в долларах или в евро. Финансовый мир, как и мир политический, явно идет к многополярности. Может ли рубль стать резервной мировой валютой? По мнению экспертов, на сегодня российский рубль является одной из самых обеспеченных реальными ресурсами валют. Не случайно мудрые китайцы приняли сенсационное решение. Считается, что где-то через 2-3 года Россия будет крупнейшим внутренним рынком в Европе. То есть по потреблению. Ну, за счет того, что у нас население больше, чем в Германии, мы будем потреблять больше, чем немцы. И вот все это внешние признаки того, что валюта нашей страны должна занимать большую долю на региональном рынке. Вот дальше нужно определять термин региональный. Я уже сказал, что это, безусловно, страны СНГ. Безусловно, это страны-соседи России. Очень хотелось бы, чтобы российский рубль укрепился в валютных запасах других государств. Уже сейчас обнародана информация о том, что китайский центральный банк формирует рублевые запасы в своем валютном портфеле. Таким образом, в целом, тренд для российского рубля благоприятный. Модный нынче постулат, что миром правят деньги, не верят. Миром правят идеи. Сегодня мир на грани глобального финансового кризиса. Необходимы новый взгляд и качественный скачок. Россия никогда не пугалась нового и всегда была богата на идеи. А отсюда, собственно говоря, мировая программа работы в нано- и биотехнологиях. Это не столько надежда получить что-то такое, с чем потом можно будет нормально жить, сколько попытка заставить по-другому вращаться деньги. Грубо говоря, атомные космические технологии научили работать с миллиардами. Эти технологии должны научить работать с сотнями миллиардов. Россия удивительно богатая страна. Она богата талантами и идеями. Богата культурой. Всем тем, что не купишь ни за какие деньги. В конце концов, смыслом любого развития остается человек. Деньги не могут быть целью. Это лишь инструмент прогресса. Золотым запасом державы были и остаются талант, энергия и интеллект ее народа. Если посмотреть на историю России с первых русских государей, везде в летописях и посланиях были жалобы, что казна пуста. Однако это не мешало ей стать великой мировой державой, побеждать в кровопролитных войнах, первой проложить дорогу в космос. Так что деньги решают не все. Субтитры создавал DimaTorzok